Дорогие друзья, для объективности картины правильно надо выслушать всех депутатов городского совета или представителей политических сил, которые сегодня представлены в городском совете. Во-первых, на то собрание, на котором сегодня были собраны депутаты, ни меня, ни членов партии оппозиционного блока никто не приглашал, никто не обзванивал. И о том, что были приглашены абсолютно все депутаты, это явная ложь. И это раз. Во-вторых, тот документ, который сегодня был назван коалиционным соглашением, это не что иное, как договор по распилу бюджетных денег и должностей. И это два. И третье я хочу сказать о том, что шесть депутатов, которые перечислил только что Безулый, и в том числе, естественно, и он, и Светлана Епифанцева, 18 февраля были исключены из партии оппозиционный блок политсоветом национальной партийной организации в Киеве. Поэтому он не мог знать о этом, скажем так, прецеденте, как человек, который прошел вместе с этими людьми по спискам оппозиционного блока, затем предал своих избирателей и за деньги и должности перешел к Филатову на работу. Вопросы есть еще какие-то? А можно вопрос? Конечно. Когда об этом узнали Епифанцева и эти шесть человек, что они исключены из партии? Сегодня. Из нашего пресс-релиза. А зачем их надо было оповещать? Объясните мне. А есть решение по своей вере и праве? Ну, конечно. Есть решение по своей вере? Ну, как время показало, не совсем правдой, не совсем верой. Есть решение по исключению? И, по сути, ну, конечно, есть. Но если мы, если мы, ну, я с собой его не взяла, извините. Вы заходите, пожалуйста. По поводу, по поводу, ну, смотрите, оказали доверие избирателей всего лишь шести людям, которые являются депутатами городского совета, которые прошли по списку оппозиционного блока. Светлана Владимировна занимала просто партийный пост. Ей, как вам известно, избиратели не оказали доверия. Поэтому то, что я не пришла на конференцию с решением полицейского совета, вы можете зайти на сайт центрального аппарата партии и его там увидеть. Но на самом деле это не секрет. И хочу вам сказать следующее, что вот это позорное явление, которое называется сегодня тушками, вы знаете, на самом деле гордиться нечем. Потому что это двойные стандарты и политическая коррупция. И, наверное, у нас в стране это плохие дела, потому что в последнее время это стало нормой. И, ну, на самом деле, мне просто стыдно за то, как поступили коллеги. Ну, а время, естественно, рассудят. Уважаемая Екатерина Збарская, руководитель фракции «Громадская сила», я хочу сказать следующее, что городской совет сегодня приобрел уродливые формы. Городской совет сегодня полон тетушек. К сожалению, в нашем составе есть такие люди, как сейчас их называют тушками. Эти люди продались единоразово за 100 тысяч долларов. Единоразовый платеж. И по 3 тысячи долларов ежемесячно. Так вот, эти люди продались за 100 тысяч долларов единоразово и по 3 тысячи долларов ежемесячно платежи. У меня возникает вопрос. Из каких денег господин Филатов будет компенсировать эти суммы? Из зарплаты учителей, из выплат пенсионеров или из детского питания? Меня крайне удивляет позиция фракции «Самопомощи», потому что эта фракция еще сегодня с утра говорила, что она не будет играть ни в какие подковерные игры. И сегодня она себя проявила как крайне непоследовательная фракция. Фактически сложившийся расклад, подобные перебежки тушек, не соответствуют предпочтениям наших избирателей, не соответствуют тому выбору, который наши избиратели делали в день голосования. Поэтому я, как руководитель фракции «Громадская сила», выхожу с инициативой к руководителям всех фракций о распуске городского совета. Если одна треть депутатов сложит свои депутатские мандаты, то это будет основанием для оглашения внеочередных выборов. «Громадская сила» нашим депутатам, членам нашей фракции, также предлагались денежные компенсации, размеры за перебежку, но наша команда едина, наша команда сильна духом и она предана избирателям. И мы как работали на благо наших горожан, так и будем продолжать работать. Спасибо. Я готова отвечать на вопросы. Загид Краснов на данный момент является секретарем городского совета. Есть определение Бабушкинского суда о приостановлении решений сессии 29 декабря 2015 года, в том числе и приостановлении решений, которые там были приняты по надбавкам бюджетникам и по переименованию города, нашего города в Днепропетровск. На сегодняшний день он не имеет права подписи как секретарь городского совета, но он является секретарем городского совета, и его полномочия может остановить только или прекратить только сессию городского совета. Совета назначена по инициативе депутатов от четырех фракций на 29 февраля, и мэр сегодня, я знаю, есть распоряжение на сайте городского совета. Вы планируете написать заявление о сложении депутатских полномочий до сессии 29 числа? Я выхожу с такой инициативой ко всем руководителям фракции. Лично я готова хоть сегодня написать подобное заявление. Если фактически нам будет достаточно 17 депутатов верных своей партии от АПО-блока и 7 депутатов от громадской силы, это уже будет 24 человека. Мы будем вести переговоры. Мы сегодня будем это обсуждать на фракции. А вы как это скажете на работе? Я объясню. Сегодня 25 октября 2015 года наши избиратели показали свои предпочтения. Эти предпочтения выразились в том количественном составе депутатов в городском совете, в котором мы принимали присягу. Учитывая, что сейчас есть тушки, перебежчики и смена политических ориентиров, то это есть предательство наших горожан в первую очередь. А то, что не работает до сих пор бюджет, не принят? То, что не работает городской совет, задайте этот вопрос мэру, почему он до сих пор не инициировал проведение ни одной сессии и уже депутаты во второй раз созывают внеочередную сессию по инициативе депутатов. И почему бюджет не опубликован до сих пор на сайте городского совета? Я еще добавлю один момент. Я писала письменный запрос, извините, я его сегодня не взяла с собой, не ожидала, что буду давать пресс-конференцию. Я писала запрос на Бориса Альбертовича Филатова по поводу того, существует ли проект бюджета 2016, предоставлялись ли какие-то проекты профильными управлениями, коммунальными предприятиями. Мне было отвечено следующим образом. По сути, это не дело депутатов, и проект бюджета будет предоставлен только тогда, когда будут сформированы профильные комиссии. То есть фактически мне ответили отказом. Подобное решение описала и фракция оппозиционный блок, и практически один в один мы получили точно такой же ответ. Пока не будут сформированы комиссии, вам нечего рассматривать. Все, кого вы назвали точками, они подчеркнули. Коллеги, если у вас больше нет вопросов, спасибо за внимание. До свидания.